Друг мой, ну, написал свою карту территории по тем шаблонам, которые я вам дал, и вы освоили ту территорию, в которой вы живёте, вы получили психологическое равновесие от этого, и давайте-ка мы осваивать те новые пространства, о которых вы планируете и о которых мечтаю. Конечно, осваивая новые территории, мы опираемся на те готовые шаблоны, шаблоны, которые наработали с раннего детства, и мы об них говорили с вами. Ну, вот, спрашивается, а чего вы наработали? Чего, как говорится, наработали, то и кушайте. Нет возврата, чтобы реконструировать, ну, пропустили. Нельзя вернуться, как в первый класс, на второй год. И нужно пользоваться наработанными шаблонами, дополняя их в самом процессе осваивания новых территорий. Я уверен, что у вас хватит базовых шаблонов для создания новых территорий, потому что, как из кубиков лего, вы создаёте новую территорию. Вот приведу сейчас интересный пример. Вы когда-нибудь снимали на камеру видео пространство? И когда вы быстро ведёте камеру, там даже пишут, вы очень быстро ведёте, что получается после съёмки? Получается размазанное изображение, которое невозможно смотреть. Вот эти пейзажи, дома, люди, наезжают друг на друга, смешались кони, люди. И голова кружится от просмотра вот этого изображения. А теперь проделайте следующее сами. Вот проведите головой вот так вот, быстро. Как видеокамеру. Искажения в голове не будет. Почему? Дома, деревья останутся на месте. В чём же здесь тут фокус? У некоторых не остаётся на месте, но в конце скажу. А ларчик открывается просто. У нас в Неокортексе есть шаблоны территории. То есть наш глаз уже имеет готовую картинку про эти дома и деревья. И он дополняет только новыми подробностями. А может быть избавляется от лишних деталей. Вот так работают кадоки с видеопотоками. Сжимая поток, ну, на камере. И вот так у вас в Неокортексе сохраняются эти шаблоны. Конечно, подробно мы разберём это в разделах о мышлении мозга. Но здесь важно понять, что когда мы видим размазанную территорию на съёмке этой камеры, у нас кружится голова. А когда у вас размазанная территория, когда у вас эти шаблоны размазаны, это не уротиков. Им кажется, что всё это мир не такой мир. Я вам советую, даже нормальному человеку, вот так вот быстро глазами туда-сюда, глазами не головой, а глазами туда-сюда поводить. И вот, ой, у меня даже закружилось что-то в голове. И ещё здесь я хотел бы упомянуть, при том моменте, когда вы создаёте новые территории, разговор о динамическом стереотипе. Ведь у каждого человека устанавливаются не только вот эти шаблоны привычные, но и привычный уклад жизни. Привычный – это не значит лучший, удобный и качественный. Может быть, совсем неудобный и совсем некачественный. Ну, это или выполнение работы, или график сна, приёма пищи, и бессонница, и сон не такой, какой нужно. Но вот эти внешние привычные реакции, они запускаются внутренними триггерами и вызывают определённые привычные паттерны поведения. Ну, например, это писать, играть на музыкальных инструментах, танцевать. И вот здесь опять же мы сталкиваемся с осваиванием новых территорий. И не только вот эти шаблоны кодеке у нас в голове создают образы готовенькие, но ещё и наше бытие, паттерны восприятия, динамический стереотип связан и с вегетативными, и с двигательными функциями. И вот отсюда, нарушая это, у нас нарушаются вегетативные процессы, а это вызывает вот эти нехорошие симптомы. Поэтому особенно невротикам необходимо заняться своей картой территории, где и дереализация, и деперсонализация. Конечно, в жизни человека вырабатываются и более сложные стереотипы. Не только движений, поступков, стереотипы общения, стереотипы убеждений. Они имеют очень большое значение в жизни и позволяют нам выполнять некоторые действия с меньшим напряжением нервной системы, работой головного мозга. Но мы об этом поговорим, поговорим на моём канале. Поэтому вам нужно подписаться и слушать, что я вам говорю. Спасибо.